Доброго дня всем, кто присоединился. Если кто не знает, меня зовут Кристина. И мы сегодня с вами полистаем шестой выпуск Бурды и вместе посмотрим, что же нам с вами приготовил этот номер. Мы будем прям листать, шелестеть страницами, разглядывать эти глянцевые фотографии. Я скажу, сколько тканей на какую модель потребуется. Ну, по крайней мере, то, что советует Бурда. И из каких материалов она рекомендует это шить. Вот так выглядит обложка Бурды шестого выпуска 2021. Сейчас мы с вами полистаем и посмотрим все подряд, что нам тут напечатали, какие картинки, что нам предлагают пошить на лето. Первым делом нам предлагается вот такое трикотажное платье с квадратным вырезом. И вот здесь по боковым швам с кулиской. Платье 108, размеры 36-44, две точки сложности. И понадобится на него 1,35 см трикотажа. Я уже, кстати, недавно снимала видео, как оформить квадратный вырез на трикотаже. И хочу сказать, что выкройка довольно похожа, но обработка немножко другая. Как по мне, так моя обработка показалась мне гораздо легче, чем вот эта. Хотя тут впереди идет обтачка, сзади обтачка, а вот плечико идет двойное. Тоже вполне себе быстро и легко можно справиться с квадратным вырезом. На следующей странице вот такой детский комбинезончик. Несмотря на то, что тут немало деталей в выкройке, но Бурда говорит, что здесь две точки сложности всего. Размеры идут 92-122. И понадобится на такой комбинезончик всего 90 см трикотажа. Вообще в этом выпуске очень много трикотажных вещей. Я бы даже сказала, что это такой трикотажный выпуск получился. Вот дальше идет опять трикотажный топ. Спереди на кулиске такие маечные лямки. У него и сзади есть выточки по спинке. На топ уйдет всего 90 см, как на вот этот комбинезончик. И рекомендуют шить его из трикотажа. Ну, тут все ясно. Далее идут брюки 103. Тоже из тянущегося материала рекомендуется шить. Сзади идут выточки, спереди карманы, гульфик, пояс. Очень такие лаконичные, приятные брюки. На эти брюки понадобится 190 см любой ткани с эластаном. Непременно должна быть тянущаяся ткань, так указывает Бурда. Дальше. Вот это то самое платье, которое было анонсировано в прошлом выпуске. Вот так оно выглядит. Три точки сложности и размеры 72-88. Довольно-таки незамысловата выкройка. И придется посидеть немножко с обработкой этого платья. Оно идет на подкладке, замком. Впереди вот такой нахлест. И у меня немножко возникают сомнения по поводу этого нахлеста. Я, наверное, не возьмусь это платье шить, несмотря на то, что это как раз мои размеры. Платье выглядит классно, особенно в этом принте. Рекомендую брать любую плательную струящуюся ткань. Понадобится 2 метра 10 сантиметров. На подкладку идет 1 метр 20. Ну вот нравится мне оно как сидит. Вот этот валан мне очень понравился. Приталенное. Единственное, мне вот этот нахлест немножко смущает. Но это дело вкуса. Я это платье шить точно не буду. На этой же странице есть вот такое приятное платье 130 для девочки. Размер 98-122. Две точки сложности. Тоже из плательных струящейся ткани рекомендуется шить. И уйдет всего метр ткани на такую красоту. Нравится мне выкройка. Тех рисунок выглядит классно. Нравится, что валаны рассчитаны. Уже все сантиметры. И не надо будет ровнять было, подумала я. Пока не увидела отшитый вариант. Вот здесь прям отчетливо видно, что подол куда-то провисает. То есть не все ткани лягут ровно и красиво. Некоторые ткани, скорее всего, провиснуть. И нужно будет дополнительно ровнять. Дальше идет вот такой топ. И этот топ мне очень нравится. Я, скорее всего, буду его шить. Но не в таком варианте, как тут. А немножко изменю. Вернее, я кардинально его изменю. У меня останется только верх. Кулиску не пришью. Бант тоже не пришью. Сошью вот такой топ-бандо. И буду носить под пиджак с брюками. Здесь вот написано корсаж. Этот корсаж идет в размерах 34-42. Три точки сложности. Понадобится всего 90 сантиметров ткани. Ткань на этот топ рекомендуют брать эластичную. И более такую стабильную. Не струящуюся, а уже, чтобы держала форму. Здесь рядом вот такой жакет с шортами. И я, когда первый раз листала, я подумала, что я, наверное, хочу такой жакет и такие шорты непременно. Тем более, у меня есть жаккар. Но когда рассмотрела немножко поближе, мне не понравился вот такой большой вырез. Наверное, мне для жакетов хочется более закрытую горловину. И, наверное, все-таки воротник. Я приверженец более классического стиля. Этот жакет в размерах 34-42. Две точки сложности. Совсем не сложный в пошиве. Здесь у него идут две кнопки. И вот такие валанчики на рукавах придают такое озорство этому жакету. Хотя жакет сам по себе и не является классическим. Но такая вещь, как жакет, всегда предопределяет, что это более такая строгая вещь. Но благодаря вот этим валанам эта строгость немножко скрадывается. На жакет уйдет 1,25 м. Он идет без подкладки. И рекомендует использовать любые курточные ткани. И вот здесь рядышком есть шорты. Тоже размеры 3-4-44. Но уже три точки сложности. Здесь и гульфик, и задние карманы, и вытачки сзади, и карманы спереди. Но в общем будет с чем поработать. Хотя вещь совсем уж маленькая получается. На эти шортики потребуется тоже 1,25 м. Кстати, любой ткани. Тут стоит и джинс, и габардин, и джерси. То есть эти шорты можно шить из всего, что есть в закромах. Дальше вот такой халат. Вот это слово венде мантры. Можно перевести как халат на запах и пальто на запах. Выкройка мне нравится. Но смотря на тех рисунок, понятно, что этот халат в стиле кимоно. Если вот как здесь на этой странице показано использовать вот такой пояс, то прям кимоно-кимоно. Этот халат идет в размерах 36-44. Две точки сложности. И на него рекомендуют использовать двусторонний материал. Потому что он идет без подкладки. И понадобится 2,50 м. И плюс еще косая бейка, которая идет на отделку бортов и по рукавам. По плечам вот здесь у этого кимоно есть складки. Кстати, вот этот вариант это уже вывернутый халат. То есть его можно использовать на две стороны. В принципе, можно не обязательно брать двухстороннюю ткань. Можно взять две ткани, обработать косой бейкой. Мне кажется, этот халат стоит внимания. Он будет смотреться классно и с брюками, и с платьем. Единственное, знаете, я бы сделала манжет на резинке, чтобы можно было приподнимать и рукав не съезжал туда-сюда. Дальше, вот такая милота. Ну вот тут плузочка 112, две точки сложности. Рекомендуют использовать любую ткань. Здесь взяли хлопок, 1,40 м понадобится ткани на этот топ. Ну, классный топ. Не мой стиль, конечно, я такие вещи не ношу. Но вот как он выглядит, очень нравится. И вот тут рядом юбочка. Юбочка вообще, тут вот стоит две точки сложности. Но я бы, наверное, дала одну точку сложности, потому что все детали юбки, это прямоугольники. Просто прямоугольники сшиваешь в кольцо, делаешь сборку и вот тебе и готово. На юбку уйдет 75 сантиметров ткани и плюс подкладка 70 сантиметров. Тут можно вообще брать любую ткань, какую хочешь. Миленькая юбочка получилась. Еще вот так украсили бантиками, так вообще. Так, дальше вот такой жакет. Этот жакет интересен вот таким кольцом. То есть его можно оборачивать вокруг шеи, можно делать восьмерку, можно делать двойную восьмерку, можно просто повесить. И вот какую ткань здесь подобрали. Здесь это сшито из льна. Мне нравится, как это выглядит. Мне кажется, большое значение имеет выбор ткани. Должно вот это все струиться и складываться хорошо в складке. Иначе будет топорщица. Здесь есть выкройки размером 36-44, две точки сложности и уйдет всего 1,95 сантиметров. Рекомендуется любые блузочные ткани, струящиеся, трикотаж. И непременно должны быть обе стороны ткани рабочие. Тут рядом вот такая юбочка. Юбочка в размерах 17-21 и она мне очень нравится. Но на тех рисунках вот видно, какая она классная и шикарная. Нравится мне, как выглядит эта юбка. Спереди на запах. Запах пристегается кнопкой. Сзади есть молния. Также выточки спереди и сзади. В общем, она садится на фигуру. Плюс вот такие озорные валанчики. Кстати, стилизация очень классная. Вообще меня завораживает работа стилистов, когда они сочетают, казалось бы, несочетаемые вещи, а в образе они смотрятся очень лаконично, гармонично и приятно. Дальше идет вот такая страница. Мы с вами это все читать не будем. Просто глянем. Здесь предлагают шить косметичку. Вся пошаговая инструкция есть. Сколько чего надо тоже есть. И вот оно платье из анонса в прошлом выпуске. И вот как оно мне в анонсе не очень приглянулось, так и здесь, когда я рассматривала платье и тех рисунок, отдельные детали. Ну, не мое. Просто не мое, наверное. Платье в размерах 36-44, аж 4 точки сложности. Наверное, меня это немножко пугало бы, если бы я захотела пошить такое платье. Но так как я не хочу его шить, поэтому оно меня не пугает. В общем, рекомендуют использовать любые платильные ткани. 2 метра 45 сантиметров понадобится. И нужна будет подкладка. А подкладке всего нужно будет 1 метр. Вот здесь есть эскиз. И он выглядит более мягко, более женственно, нежели в отшитом варианте. Это называется ожидание и реальность. То ли на модели сидит не так, то ли что, не знаю. А вот здесь на эскизе кажется очень классным. Хотя, может, если более мягкую ткань взять, она вот так ляжет и будет выглядеть красиво. Так. Вот опять трикотажная юбка. Вообще, с одной точкой сложности, размеры 36-44. Это юбка полусолнца. Ничего сложного здесь нет. Так, знаете, сколько уйдет ткани? Сейчас я найду. Ткани уйдет метр девяносто пять. Что мне конкретно в этой юбке нравится? Как вот здесь полосочки состыкованы. Я вообще люблю играться с полосками и с клетками. Люблю их стыковать, сидеть, иголочками закалывать каждую полоску. Ну, еще мне нравятся здесь вот эти сандалии. Ну, сандалии, это, конечно, не про шитье. Здесь рядом есть жакет. Похожий на предыдущий жакет из жаккарда. Вот здесь с валанами по рукавам. Но уже немножко по-другому выглядит. И здесь рекомендуют брать более стабильные ткани. Например, джинс. Здесь вот как раз джинсы из шита. Ткань уйдет всего метр сорок. Три точки сложности. Нужно будет посидеть немножко с ним, пообщаться. Нравится, что рукава на манжетах. И еще есть защипы по рукавам. Рукав реглан. Ну, вот такой большой вырез горловины. Мне не очень нравится. Хотя сама выкройка меня привлекает. Вот эта идея, что джинсовую куртку можно сшить с регланом. Единственное, меня отпугивает вот такой вырез. Ну, просто не буду шить и все. Опять трикотажная тема. И вот такой комбинезон. Комбинезон мне сразу понравился. И вот если бы я никогда-никогда не шила комбинезон, я бы, наверное, вдохновилась и решила бы пошить такой комбинезончик. Но мне такая вещь в гардеробе довольно-таки неудобная показалась. Выкройки в размере 36-44. Две точки сложности. И понадобится всего 170 сантиметров трикотажа. Рядышком есть вот такие шорты. Тоже очень легкие в пошиве. Размеры 36-44. О них много говорить не приходится. Просто на резинке, в боковом шве карманы. Все шорты как шорты. Пошиты из трикотажа. Кстати, как рекомендуют журнал, можно взять и более стабильный трикотаж. Например, как для худи. Ну, эти шортики имеют место быть. Безусловно, можно и самой построить эту выкройку. Ну, зачем строить, когда есть уже готовая? И все уже рассчитано. Вся эта посадка просчитана. Вот снова этот жакет. И вот здесь уже ткань менее струящаяся. И вот она вот так ложится. Я бы сказала, некрасиво. Хотя выкройка та же. Ткань тоже, казалось бы, должна лечь, но не легла. В общем, мы об этом жакете уже говорили. Уже все разбирали. А вот это платье мне очень нравится. Мне нравится в нем все. И простота пошива. Хотя здесь две точки сложности. Не слишком оно простое. Но все равно оно простое. Две точки сложности, это все-таки не сложно. Размеры 36-44. И понадобится всего 2 метра трикотажа. Кстати, выкройка похожа на тот комбинезон, который мы с вами до этого смотрели. Тоже кулис капотали. В боковых швах карманы. И вот такой незабонсловатый ворот. В комбинезоне я понимаю, для чего это нужно. Он так легче снимается. А в платье, ну, просто украшение тоже смотрится красиво. Далее. Супер простая трикотажная футболка. Размеры 36-44. И нужно будет всего метр 10 тканей. И вот, казалось бы, зачем нам выкройка нужна? А вот нет, нужна. Иногда нужна вот такая простая выкройка. Чтобы быстро вырезал, за час шил, надел и пошел. Выбирая цвета и принты, можно уводить свой гардероб в разные направления. Тут рядышком вот такая футболочка. Ну, хотя это не футболочка, это топ. Две точки сложности. Размеры 36-44. На нее уйдет всего метр 10 тканей. И эта выкройка похожа на выкройку платья, которую мы с вами до этого смотрели. Только уже с кулиской и более приталенная. Рекомендую шить непременно из трикотажа. Нравится мне горловина. Она такая не слишком большая, квадратная. И даже она не сильно квадратная. Немножко вот здесь по плечикам скругленная. Но осталось такое же ощущение, что это квадратная горловина. Дальше идет у нас пошив вот этого платья. И что хорошо вот здесь, показано дословно, пошагово с картинками, как обрабатывать горловину обтачкой. Если кто-то сомневается в этом моменте, то здесь можно все прочитать и очень легко повторить. Также есть момент, как вшивать в боковые швы карманы. И еще как прокладывать кулиску. А также, как создать вот такие навесные петли для пуговиц. И вот, наверное, я буду все-таки это платье шить. Оно мне понравилось и визуально, и то, что здесь пошаговая инструкция есть, тоже понравилось. Так, дальше рекламка. Дальше вот такая страница. И вот пришло время глянца. Здесь у нас модели с подиума. Все глянцевые. Немножко разнообразить повседневный гардероб. И вот тут сразу же идет вот такой хищный опасный наряд. Ну, конечно, если брать в отдельности, брюки у нас уже такие были. С принтом из хлопка. Топ уже тоже такой был. Тоже с принтом из хлопка. И они совсем не так опасно смотрятся, как вот это сочетание. Вот что значит выбор ткани. Вот этот бант, скорее всего, придется дублировать очень таким жестким флизелином, чтобы он так стоял. Как я уже говорила, я буду шить только вот эту верхнюю часть для пиджака. И, скорее всего, я добавлю лямки. Долго не будем заострять внимание на этих выкройках. Мы уже об этих выкройках говорили. Топ в размерах 34-42. Брюки тоже 34-44. Мне этот наряд очень нравится. Я очень большую ставку ставлю на эти брюки. Я их буду шить. И посмотрю, как они на меня сядут. Дальше идет вот такое платье. Вот тут, да, покажу. Оно было в анонсе в прошлом выпуске. И я думала, оно совсем другое. Но смотря на технический рисунок, я понимаю, что впереди есть шов, что на груди есть кулиска, но вот то, что маечные лямки у вечернего платья, меня это привлекает. Платье в размерах 36-44. Потребуется любая эластичная ткань размером 2 метра 70 сантиметров. Две точки сложности, ничего сложного в нем нет. Просто садись и шей. Классное платье. Здесь оно пошито из эластичной ткани с пайетками. Но если брать пайетки, то тут уже будет не две точки сложности, а все семь, наверное. Для меня пайетки это что-то очень страшное. Я никогда из них не сшила, потому что боюсь. Потому что я боюсь эти пайетки откреплять, потом вручную пришивать. Мне кажется, это очень много времени займет, а у меня его так мало. Так, на следующей странице снова вот эта же юбка, которую мы уже смотрели. Она была желтого цвета и из хлопка. А вот эта уже из сатина. Такая глянцевая и уже более нетривиально смотрится. Хотя вот здесь вот такие вот заломы по бедрам меня немножко смущают. На той юбке вроде бы так сильно не было их видно. Так, ну мы уже о ней говорили. Сколько чего понадобится, я уже сказала. В прошлый раз поедем дальше. Дальше снова это платье. Вернее, снова это выкройка. Но платье уже сшито из сатина. И уже выглядит более по-вечернему. Хотя оба платья выглядят одинаково. Я бы сказала, только за счет принта то платье более повседневное кажется. А за счет глянца на ткани это платье уже кажется более праздничным. Хотя в условиях жесткого локдауна, мне кажется, сейчас нам такие платья не потребуются. Ну, конкретно нам в нашей регионе. Далее идут вот такие брючки. Кюлоты. Да? Хотя, судя по длине, я не могу их назвать кюлотами. Они просто короткие брюки миди. Просто миди брюки. Супер легко шьются. Одна точка сложности. Размеры 36-44. Понадобится всего 2 метра ткани. И нужен будет непременно трикотаж. Очень струящийся трикотаж. Ну, ничего сложного. Это как те шорты похожи. Тоже на резинки в боковых швах карманы. Но я, как обладатель длинных ног, и человек, которому с детства все брюки были короткие, я не могу носить такую длину. Мне это страшно. Не могу носить длину до косточки, или три четверти, или семь восьмых. Или... Я люблю либо короткое, либо длинное. А тут дальше идет юбка. Снова эта же юбка. 116. На которую понадобится 1,95 см трикотажа. Размеры 36-44. Мы ее уже обсуждали. Долго останавливаться на ней не будем. Мне нравится больше та с полосками. Но это такой более вечерний вариант. Здесь взяли трикотаж с люрексом. И вот так она уже по вечернему выглядит. Далее. Жакет 102. И сшит он по принципу ранее упомянутого халата-кимоно. Размеры 36-44. Две точки сложности всего. Тоже понадобится двусторонняя ткань. 2 метра. Ну и косая бейка на отделку. Несмотря на этот вариант из сатина, я больше убеждаю, что мне она нравится. Вот я точно сделаю вот здесь резинку. И буду вот так носить. Он такой широкий, балахонистый. Мне такое надо. Опять реклама. И вот здесь уже пошаговый пошив. Брюк 103. И это очень классно. Потому что здесь в картинках пошагово показывается, как оформить гульфик. Это такая ценная информация. Только из-за этого нужно покупать этот журнал непременно. По крайней мере для меня это очень актуально. Я всегда боюсь обрабатывать гульфики. Хотя я нашла очень легкий способ, как этот гульфик оформить. Но все равно лишняя картинка, лишний способ не помешает. Причем тут как вточать гульфик и как еще приточать пояс. Это тоже довольно-таки нужная информация. Вообще я люблю готовый журнал «Выкройка». Потому что все сантиметры, все линии уже проложены за тебя. Так, ну вот тут стилизация юбочки нашей, которую мы обсуждали. Это платье, какие украшения подойдут. Дальше идут плюсики. Вот это платье с анонса. В прошлом выпуске мы его уже видели. Оно мне понравилось. И то, что это платье в таком кукольном стиле меня привлекает. Использовали здесь лен. Рукавчик очень классный. Мало того, что по окату идет сборка, еще внизу идет сборка. Ну здоровское платье, если так говорят. Любые плательные ткани подойдут для этого платья. И понадобится 3 метра, 3 сантиметров. Ну много ткани займет. Но мне кажется, оно того стоит. Я прям смотрю и радуюсь. Может быть мне нравится этот стиль, может быть мне нравится эта полоска. А может быть все совпало. И модель, и полоска, и стиль. Поэтому я смотрю, как завороженная на эту выкройку. Здесь ничего сложного. Кстати, размеры 44-52. Две точки сложности. И в основном выкройка только рукав и лиф. Остальное, вот это все прямоугольники на сборке. Ничего сложного в этом платье нет. Классный сарафан. Тоже две точки сложности. Размеры 44-52. Так, платье 123 и уйдет на него 2 метра 70 сантиметров. Здесь тоже выкройка только лифа. А вот это уже идет прямоугольник на сборке. Понятно, что надо шить его из трикотажа. Либо, если вы хотите использовать нетянущиеся ткани, нужно будет вставлять куда-то молнию. Просто у меня есть похожий сарафан. И я знаю, как в нем приятно ходить. Поэтому мне понравился этот сарафан. А вот дальше вот такая жилетка. И вот эта жилетка уже не мой вкус, наверное. Поэтому как-то скептически я на нее смотрю. Очень скептически. Размеры 44-52. Аж три точки сложности. Уйдет на нее 2 метра 15 сантиметров. По груди уйдет у нее выточки. На талии кулиска. Застегивается на одну кнопку. Ну вот такой незамысловатый жилетик. А дальше комбинезон. И тут должны быть какие-то фанфары и светомузыка. Потому что я считаю, что это фаворит этого журнала. Во-первых, он легко шьется. Во-вторых, на модели сидит классно. Хотя может быть это такая поза. Если модель встанет ровно, это будет уже выглядеть по-другому. Но в любом случае, то, как выглядят вещи, всегда зависит от линии собственной фигуры. На плечах вот такие погоны. Если я неправильно говорю, поправьте меня. Такой лаконичный, аккуратный вырез, который на грани. Не слишком много и не слишком мало. Кармашки с пуговицами. В боковых швах также карманы. И талия на кулиске. И здесь рядом идет вот такая туника. По выкройке платье. Только уже с одним валаном. Размеры 44-52. Две точки сложности. И уйдет на эту тунику 2 метра 50 сантиметров. Здесь пошита искрепдышина. Ну и также рекомендуют из любых плательных тканей шить вот такую красотень. Дальше. Футболка на реглане. И вот с такой незамысловатой отделкой по горловине. Размеры 44-52. Три точки сложности. И понадобится на эту футболку 1 метр 80 сантиметров трикотажа. И опять вот такой жилет, но уже из другой ткани. Здесь взяли жаккард. На мой взгляд, вот здесь она смотрится симпатичнее. Но это скорее всего потому, что я люблю офисный стиль. И хотя вот такие полосочки добавляют опять же озорства в образ. И наконец последняя выкройка. Ну мы еще посмотрим анонс. Такая же как футболка. Только вот здесь по горловине немножко другая отделка. Можно поиграться кстати вот с этим воротом, с этим вырезом. И что-то интересное здесь придумать. А вот как пошито вот это, конкретно вот это платье, меня не привлекает. Размеры 44-52. Две точки сложности. Уйдет 2 метра 50 сантиметров трикотажа. Дальше вот нам тут подсказывают, что можно пошить вот такую красивую повязку. Так и написано. Креативная головушка. Опять рекламка. Ну и небольшие советы, как кимоношные рукава можно оформить. Все. Это было все. Вот такие модели хотят нам показать в следующем номере. Я их так уже порассматривала и мне ничего не приглянулось. Ну посмотрим, что там будет дальше. Увидимся в следующем выпуске.